Дождь не помеха, форма с иголочкой, боевой дух на высоте. Этого дня многие мальчишки ждали все лето. Последние его деньки готовились к торжественной линейке на плацу. Денис Сирачев с выбором профессии определился еще в школе. Первокурсник хочет стать полицейским. Эта профессия хорошая тем, что защищаешь гражданских и понимаешь, что ты защитник своей и патриот своей родины. Здесь работают настоящие мужчины. С не меньшим волнением дня знаний ждали и те, кто учится здесь не первый год. Старослужащие делятся с новичками опытом. Помогаем, освоится тут. Все время даем советы какие-нибудь. Они сами к нам подходят, спрашивают. Растить кадры с молоду – задача, которую ставит перед собой руководство областного главка МВД. По словам Сергея Солодовникова, учеба в кадетском корпусе – хорошая школа жизни для каждого курсанта. Фундаментальные основы, которые закладываются здесь, это в первую очередь принципы государственности, служение своему собственному отечеству. И, несомненно, то поколение, которое сегодня здесь обучается, во многом завтра пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел в основе своей. Это альмаматор, и надо из него делать альмаматор учебных заведений МВД России. Для эффективной учебы нужна крепкая материально-техническая база. В прошлом году было принято решение о передаче здания Центра профподготовки областного главка к кадетскому корпусу. В ближайшем будущем на его территории также построят новое четырехэтажное здание спального корпуса. Поступить в кадетский корпус смог не каждый желающий. Из 80 поданных заявок жесткий отбор прошли только 50 человек. В течение летнего периода отбирают кандидатов, они проходят военно-врачебные комиссии. И потом личные дела обучаемых приходят в самарский кадетский корпус. Они прибыли к нам уже 21 числа, 21 августа. Прошли тестирование психологическое, физическое подготовка. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты отправились в классы. Через несколько лет им предстоит нести ответственность за безопасные жители Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.